Итак, дорогие друзья, hello, good morning, bonjour, доброе утро, доброго ранку, любые друзья. Мы начинаем урок, начинаем занятия, несмотря на то, что сегодня воскресенье, но мы продолжаем изучать Мишли, притча царя Соломона, великую мудрость, мудрейшего из людей. И мы продолжаем изучать, Яков Шатанин нас смотрит. И уже у нас в инстаграме Алекс Чудеевич, Яков Шатанин, Шалом, все, всем Шалом, Лефименко Антон, Талия Рафальская, Шавуатов, всем Шавуатов, Наташа Блау, Шавуатов Бодерто. Все, дорогие друзья, Владимир Савельев, всем хорошей недели. И мы с Божьей помощью начинаем, Оксана Павликова, добрый день. Начинаем 26 глава, и сегодня у нас как раз 26 глава, 23 отрывок. 23 отрывок и 23 отрывок. Мы говорили все предыдущие отрывки о грешниках по вожделению и о ленивых людях. То есть мы разобрались полностью с их психологией и коснулись мы также жалобщиков, нерганов и тех, которые делают со всеми ссоры. То есть понятно, что это все люди ужасные и, к сожалению, их много. И даже мы изучили, что их слова, вот этих жалобщиков и ужасных людей, они заходят в живот. То есть негативное эмоциональное состояние, это причина многих болезней. То есть сразу у человека иммунитет падает, все почему? Потому что плохие слова вошли к нему в живот, мы учили. Вот прям конкретно написано так, что Деврей Нирган, вот 22 отрывок мы закончили, слова вот этого жалобщика, да? Они зажигают и они спускаются в живот. То есть это причина болезни, понятно, да? Теперь дальше, вот мы 23 отрывок. Кэсэф Сидим Митсупе Аль Харес. Кэсэф Сидим Митсупе Аль Харес. Сфатаем Дол Ким Влев Ра. Значит, как серебро, но серебро даже не чистое серебро, оно покрывает глину. Раньше, видно, такая была посуда, глиняная посуда, сверху покрытая серебром. Также, также уста горящие и сердце, сердце злое, сердце плохое. Значит, что имеется в виду? Бывает, что человек говорит вещи правильные. Вот у него прям уста, вроде бы все хорошо он говорит, да? Но если у него сердце плохое внутри, мышление, то есть плохое, то тогда это как глина внутри серебра этого, да? То есть, что имеется в виду? Давайте посмотрим. Вот мы уже изучали, что как маем по ним ли по ним, как человек смотрит в воду и видит свое отражение в зеркале, так сердце одного человека отражает и отражает сердце другого. Ученые сегодня доказали, что у человека есть зеркальные нейроны в голове. И когда мы общаемся друг с другом, то вот эти зеркальные нейроны, они как бы сканируют человека. И я внутри себя, внутри своего мозга, чувствую то, что он чувствует. Этот механизм защитный, наверное, не знаю, как ученые объясняют, что это защитный механизм, чтобы, ну, все же для самозащиты. Вообще весь мозг, его главный функционал – это защищаться. Защищаться, защищаться, выживать. И на протяжении, мы сейчас живем в более-менее безопасное время, последние, там, ну, несколько десятков лет, да, после войны. Всего после войны прошло 70 лет. Вторая мировая война, в которой погибло, там, я не знаю, 100 миллионов человек, было убито, 6 миллионов евреев было убито, полтора миллиона детей. То есть евреи самые за историю, да, за историю. Все, если взять, вот эти гонения, там, 2000 последних лет, евреи все время были, их отовсюду выгоняли. Там, в Испании, 1492 год, изгнание из Испании, изгнание из Португалии. Всегда стояли над ними вот так вот, как сжигали эти крестовые походы. Богдан Хмельницкий 300 тысяч евреев убил на Украине. И, значит, евреи, особенно евреи, да, все люди, ну, в принципе, мы знаем просто хорошо еврейскую историю. Нееврейская история, она примерно такая же была, если не хуже, потому что, если мы возьмем, там, эти самые, геноцид армян, турки вырезали миллион армян, ну, к примеру, да, или если мы возьмем татара-монгольская Ига, когда Чиндисхан со своими ордами, он выкосил тогда весь мир, и они заходили, они, эти татара-монголы были очень такие, ну, крутые парни, они побежденных, кидали на землю, сверху клали деревянные помосты, и на них сидели, кушали, а у тех внизу ломались кости. То есть они реально как бы были такие звери, ну, по сегодняшним меркам звери. И вот у людей вся заточена была вся психика на протяжении тысячелетий, чтобы спасаться от опасности. Опасность была везде. И поэтому вот этот вот ученые объясняют, что эти зеркальные нейроны, они сканируют окружающий мир, и все время они ждут какую-то гадость от окружающих. Это как бы установка по умолчанию у человека в мышлении. Теперь нам 23-й отрывок. Царь Соломон говорит нам, это он 3000 лет назад, что как серебро, покрывающее глину, так же уста горящие, то есть такие хорошие вещи говорящие, они покрывают сердце злое. То есть он говорит по-простому, не доверяй словам. То есть смотри глубже. Смотри глубже. Есть в Перте вот Мишна, которая это разъясняет, что альтистокенбеканкан, не смотри на сосуд, смотри на то, что в нем. И это очень важная такая штука, что не смотри на внешнее, смотри на внутреннее. И даже когда человек говорит, старайся понять его намерение. То есть вот прямо конкретно задай вопрос, что он хочет, какое его намерение по отношению к тебе, что он хочет, этот человек, да? Понятно. Теперь дальше, 24-й отрывок. 24-й отрывок говорит так. Бесватав инакер соне. Значит, бетербо яшит мирма. Это идет продолжение, как бы расшифровка этой же линии, что устами как бы отдаляется, как переводят этот 24-й отрывок? Устами своими притворяется враг, а в душе своей замышляет он коварство. Значит, устами притворяется соне ненавидящий. Это имеется в виду, что человек, он может скрывать свои плохие намерения. То есть он совершенно спокойно может скрывать свои плохие намерения, говорить одно, а в душе чувствует другое. И в душе он в это время готовит обман какой-то и так далее. Замышляет обман. То есть здесь как бы нас царь Соломон, что он нам показывает? Что не доверять словам. Не доверяйте словам, что у человека может быть снаружи одно, внутри другое. Теперь, и что интересно здесь, да, что мы никогда не знаем, что у кого внутри, потому что снаружи, ну, есть люди, которые, особенно если это профессиональные аферисты какие-нибудь, да, есть профессиональные аферисты. То есть это целая такая есть категория людей в мире, в преступном мире, да, которые прямо заточены на то, чтобы обманывать. То есть они конкретно прямо выстраивают комбинации аферы, и у них прямо снаружи одно, внутри другое. И точно так же можно отнести это же к политикам, например, да. То есть это люди, которые внешне говорят все очень красивые слова, очень правильные слова, за народ, все за народ. То есть посмотри любого политика, все до единого хотят народу лучше. А что же вы так, если хотите народу лучше, что же народу никак не лучше? Все время, знаешь, все хотят как лучше народу, а ему не лучше, да, потому что политик – это человек, который двуличный. То есть он, это и есть само понятие политика, там интересы, обман, они война друг между другом, там все политики изучают книгу Макеавелли, есть книга такая там про власть. Ну, в общем, это другой мир. И царь Соломон нас предупредил, что, в общем, он говорит, не доверяй словам. Дальше. Когда он будет, значит, нежным, когда он сделает свой голос нежным, не вери ему. Прямо он так и говорит, не вери ему, кому, вот этому вот плохому человеку, тишево, то и вот были божь, что семь, у него мерзости в его сердце, то вот это вожделение. То есть что имеется в виду? Самые большие обманщики, кого в жизни встречал, это наркоманы. То есть люди, которые, они уже подсели на наркотики, то есть у кого есть зависимость от наркотиков. В момент, когда он уже стал зависимый, он уже, вот прямо конкретно, таких врунов я никогда не видел. То есть и он уже, он обманет кого угодно, он все что угодно из дома вынесет, он сделает все, что угодно, внешне это выглядит вообще абсолютно. Почему? Вот этот царь Соломон нам сказал 3000 лет назад, потому что вожделения вот эти вот, у него, они настолько его захватили, что уже весь его мозг, он, ну все, он только обслуживает вот эти вожделения, все, он не может уже без этого. Значит, и нас царь Соломон предупредил не доверять, не доверяй словам, не доверяй словам. Теперь Техосе Сина, покрывающий ненависть в темноте, покрывающий ненависть в темноте, тут переводят не в темноте, а лестью покрывающей ненависть, но я, в комментаторы говорят, что в темноте, Тигалера Атобе Кааль. Значит, тот, кто покрывающий ненависть в темноте, то есть человек может скрывать свою ненависть, он скрывает ее, скрывает, но в конце концов она все равно выйдет наружу, выйдет она наружу. Как она выйдет наружу? Почему-то написано, что всенародно она выйдет наружу. Если кто-то, кого-то ненавидит в сердце, то всенародно она выйдет. Не знаю я, я не видел никакого объяснения, почему она выйдет всенародно, но как бы выйдет, да, мы можем верить. И последний, двадцать восьмой, двадцать седьмой, двадцать седьмой отрывок. Коре, шахат ба и поль, вегулель эвен и лавта шуф. Значит, здесь очень интересно написано, вот прямо здесь царь Соломон, в двадцать седьмом отрывке, двадцать шестой главы, прям можно всем вот этим вот индусам показывать, кто закон кармы первый сформулировал. Царь Соломон, мудрейший из людей, сформулировал закон кармы. В чем закон кармы? Что посеешь, что и пожнешь. Здесь написано так. Кто роет яму, в нее упадет, а кто катит камень, значит, на него он вернется. Вот закон кармы. То есть, если человек кому-то копает яму, он кому-то копает яму, он готовит кому-то западню, он сам же в эту западню и упадет. Как Пурим, Оман. Оман. Как Пурим, Оман, это напоминает, что мы сейчас уже в преддверии Пурима, что Оман, он хотел уничтожить еврейский народ, и конкретно Мордыхая, на той виселице, на которой он подготовил для Мордыхая, повесили Омана, и в тот день, когда должны были убивать евреев, евреи убивали тех, кто хотел их убивать. То есть, и мы здесь видим вот этот вот закон возвращения, что тот человек, который готовит зло для других людей, он же в него и падает. Можно вспомнить те же нацисты, те же коммунисты, те же татаро-монголы и так далее, и так далее. То есть, все, кто готовили зло для других, они потом в эту же яму и упали. То есть, и это происходит в жизни каждого человека, можно даже на это посмотреть. И вот это закон кармы, так он формулируется. Значит, и последний в этой главе отрывок Лашон Шетер Исна Дакав Упэ Халак Ясэ Митхэ Значит, лживый язык ненавидит тех, кого он сокрушает. А льстивый язык, он, значит, он подготавливает это падение. То есть, здесь идет, опять же, нам, как бы эта глава, вот если взять ее в целом, она раскрыла нам темную сторону человеческой натуры и человечества, да? Что есть люди, которые грешники по вожделению, которыми захватило их вот это вот зло. И эти люди, они вредят другим, в основном через слова. И опять же, человек и сам себе вредит больше всего через слова. Потому что, вот, в принципе, если мы посмотрим на то, как происходит вообще жизнь человека. Человек же, он живет в неком рассказе. То есть, каждый человек живет в неком рассказе о мире и о себе в этом мире. То есть, он живет в рассказе и он себе рассказывает. Вот давайте посмотрим рассказ, например, грешника по вожделению, да? Грешник по вожделению, он себе как думает? Значит, он думает, вот, значит, Бог есть, например. Откуда он знает, что Бог есть? Ему рассказали, что Бог есть, и он как бы, он поверил в то, что Бог есть. То есть он живет в рассказе, что Бог есть. Это грешник по вожделению, к силе. Он верит в Бога и верит в Тору. Но он говорит, я не могу, у меня такие мои вожделения, что я не могу соблюдать заповеди. У меня такие вожделения, и дальше он должен себе это оправдать. Он говорит, все такие, как я. Даже нет, все не такие, как я, все хуже, чем я. Все хуже, чем я, они все обманщики. Даже те, которые себя называют цадиками, они не цадики. И он себе рассказывает, почему они не цадики, почему все религиозные врут, почему все религиозные ходят по публичным домам, ну там и так далее. Он себе как бы очернил вот этот религиозный мир, например, чтобы себе было удобнее. Он говорит, да, ну все такие, как я, я еще не самый плохой. Оп, ему уже легче стало. Теперь, значит, а если все такие, как я, я не самый плохой. И тут он видит, например, вот Этан там, например, не хочет наркотики употреблять, да? А кто-нибудь там он употребляет. И он и там и начинает, Этан, давай там, ну слушай, все употребляют, давай ты тоже начинал употреблять наркотики. И он его начинает уговаривать, он уже обманывает. То есть он хочет, его цель как бы, и дальше человек, каждый человек живет в какой-то своей истории, в которой он рассказал себе, как работает мир. И в этой же истории он себе рассказал о себе. Кто я? Кто я? Какой я? И дальше вот все люди пересекаются этими историями. Потом встречаемся, например, мы с Этаном и начинаем обсуждать Марину Шувалову. Мы оба Марину Шувалову не знаем, мы только видели, что она ходит на уроки, да? Но, если я человек, который смотрит на мир, в принципе, я живу в позитивной истории, то я тогда про Марину Шувалову расскажу всякие хорошие вещи. Я их придумаю, потому что мы все равно, когда мы говорим о другом человеке, мы всегда придумываем что-то, потому что мы не знаем, мы не можем зайти в его мышление, в его историю. Мы просто берем какие-то внешние кусочки его проявлений и из этих фрагментиков лепим его образ у себя внутри, в своей истории. Теперь, что такое лошонера, то есть лошонера злоязычия. Злоязычия это когда человек, он взял несколько фрагментиков из чужой истории, он начинает из этих фрагментов злоязычия, он начинает эти фрагменты усиливать в своей истории. Например, вот там Жора опоздал один раз на урок, ну, к примеру, или два раза на урок. Что можно сказать? Жора всегда опаздывает. То есть это уже что будет лошонера. Потому что сказать, что Жора всегда опаздывает, это, во-первых, неправда. Но и нельзя сказать, что это полностью неправда. Он же пару раз опоздал? Опоздал. То есть, но если я рассказываю, что Жора всегда опаздывает всем вокруг людям, то тогда это сплетни уже становится. То есть и образ Жоры в рассказах людей формируется как то, что он опаздывает. Ну, понятно, да, идея? И поэтому Тора нам это запретила. Она запретила нам говорить лошонера, слушать лошонера. То есть все запрещено и говорить, и слушать, когда кто-то говорит. Потому что, опять же, человек живет в истории, в иллюзорном мире. Но Тора нам сказала, как этот мир строить. И когда-то спросили, было пять учеников у Раббан Йоханана Бен Закая. И эти пять учеников, они у него были самые такие, ну, как бы основные ученики. Раббан Йоханан Бен Закай, это было, когда было разрушение второго храма, он был, как бы, главный человек в Торе в то время. То есть это было, через него шла вся Тора, да? Проходили эту мишну. Раббан Йоханан Бен Закай, Тибель Медигелелев и Шамая. Он получил Тору от Гелелия и Шамая. И, значит, и у него было пять учеников. И вот они его спросили. Так они сформулировали свой вопрос. Какой путь хороший, добрый, что к нему прилепится человек? Но я видел комментарии, что имеется в виду, что, идя по этому пути, человек прилепится к Богу. Не к пути он должен прилепиться, а к Богу. То есть есть, тоже мы учили, в Мишле, в третьей главе мы учили, что беколь драхеха деего, на всех своих путях познавай его, Бога, ву я шер архотеха, и он выпрямит твои дорожки. Да, то есть, теперь они его спросили, а как прилепиться к Богу? Что значит познавать Бога? Как это познавать Бога? И, значит, он им сказал, А, это он их спросил. Нет, не они его спросили, а он их спросил. Это был коучинг. Коучинг – это такая система обучения, при котором коуч, да, учитель, он вопросом пробуждает у ученика, да, у клиента ученика, пробуждает таким специальным вопросом, пробуждает у него, как бы открывает ему двери мышления. То есть, он дает его мозг, его интеллект, он дает, как бы открывает дверь в сторону расширения. И он им задал этот вопрос. По какому пути человек может прилепиться к Богу? Это был его вопрос. Они начали думать. Первый из них, Раби Лезар бен Урканас, он сказал, он говорит, Левтов, о, Айнтова, хороший глаз. Что значит хороший глаз? Вот мы только что с Итаном обсуждали, за всю историю, самый хороший глаз среди всех вообще известных в Торе личностей, это был Раби Атива. Раби Атива, который шел по дорожке, и он увидел воду, капающую на камень, и он говорит, ну, другой бы посмотрел, вот вода капает на камень, и что здесь такого? Он увидел, что вода сделала дырку в камне. Но это же вода, это сотни лет сделала дырку в камне. Что можно было подумать? Так это никогда в жизни, я тогда вторую не пойму. А он наоборот, он посмотрел, говорит, если вода сделала дырку в камне, значит, Тора пробьет путь в мое мышление. Он сделал такой вывод, позитивный вывод, Айнтова, увидел, увидел что-то, и увидел в нем только хорошее. Потом Раби Атива, его сила видит только хорошее, была так велика, что даже, а, второй момент, который Итан отметил, это было, когда развалены храма, и подходит Раби Атива, и с ним два мудреца, и они стоят, плачут. Плачет, это храм, это дом Бога, он разрушен все. Раби Атива смеется вообще, он говорит, смотрите, если сбылось пророчество, что храм будет второй разрушен, значит, сбудется и пророчество, что третий будет построен. Так круто вообще, говорит, это отлично, это вот вам доказательство, будет третий храм скоро построен, и он смеялся. Но самый хороший взгляд у Раби Атива был, когда его убивали римляне. И римляне его убивали, и ученики кричат, это Тора, это награда за Тору? Ангелы Бога спрашивают, это Тора, это награда за Тору? А Раби Атива стоит и говорит, вот это тема, я всю жизнь об этом мечтал. Я же маэстроэль говорил два раза в день, говорил, будь готов за Бога отдать душу, беколь нам шаха, то есть служи Богу, всем своей душой имеется, веду животной душой. И я никогда не мог даже мечтать, что мне придется за Бога умереть, потому что нельзя же специально в этой ситуации остановиться. А тут мне так повезло, говорит, вот это тема. Вот это называется Айн Това, хороший глаз. То есть умение увидеть во всем вот эту позитивную сторону, это путь прилепиться к Богу. Так сказал Раби Эзер Бен Нурканас. Раби Юшуа Бен Хананя, второй ученик Рабаню Ханан Бен Зака, он сказал, он говорит, Хавертов, хороший друг, это путь прилепиться к Богу. Что значит хороший друг, путь прилепиться к Богу, это сложно понять, но, но, если попытаться как бы догадаться, то человек, он, он разговаривает или сам с собой, или с кем-то. То есть это очень такая интересная штука, то есть человеку все время нужно с кем-то разговаривать. И обычно люди ведут беседы внутри себя, сами с собой, то есть они себе рассказывают о себе, о жизни, о перспективах, о будущем, о других людях, то есть как бы идет постоянная такая беседа внутри диалог. Ну чего там, Эта на меня, наверное, обиделся, что-то я не то сказал. Да ладно, обижается и пусть обижается, правильно? Ну то есть как бы, но Раби Юшуа Бен Хананя сказал, что этот диалог, он чуть-чуть ограниченный. То есть если у тебя есть хороший друг, который со стороны, что такое хороший друг? Это тот друг, которого интересует твой духовный рост, твое служение Богу, то есть именно друг, друг, которого интересует твоя, как бы глобально твой успех. И если ты с ним ведешь разговор, он тебе вопрос может задать какой-то, он тебе может, именно вопрос, как коучинг такой, да? Значит, значит, это самое, хороший друг он сказал, в общем. Третий Раби Йоси сказал, что... 70 человек благодаря хорошему... А? 70 человек благодаря хорошему другу прилепили. Да. Теперь, дальше, Раби Йоси, третий ученик сказал, что путь, по которому человек может прилепиться к Богу, это Шахентов, хороший сосед. Значит, здесь вообще мне непонятно, но, как бы, если мы вспомним всю Тору, которая там, эта тема поднимается, то говорится так, что с тем поведешься, от того и наберешься. Если человек живет в месте, где живут люди благочестивые, хорошие, то у него все будет хорошо. Если он живет вместе с домом, как в дом поселился лот племянника Враама, поселился в доме, и было место испорченное, а он был человек хороший, в принципе. Но погибла вся его семья, погиб... Ну, там, все эти города погибли, и он остался ничем. То есть, он шел за материальным успехом, а в итоге остался без ничего, без семьи, и в пустую прошлую жизнь. Так вот, говорит Рабь Иосиф, что Шахентов, когда у тебя вокруг хорошее окружение, это путь к Богу. Да? Теперь, дальше был четвертый. Раби Шиман Бен Атенель, он сказал, что путь к Богу прилепиться, это Аруэй Танулат, тот, кто видит то, что родится. То есть, если человек, он видит то, что родится, но здесь есть разные объяснения, вот Раби Атива, например, увидел дырки в камне, да, от воды. То есть, или то, что родится, но ты не можешь увидеть то, что родится, ты можешь только предположить. Или ты можешь увидеть то, что уже родилось, это можно и так понять, и, и как бы, понять, откуда оно взялось. То есть, тот, кто вдумчиво, осознанно воспринимает реальность. Это, это, так можно понять, Раби Шиман Бен Атенель. И последнее, сказал Раби Лазар Бен Арах, он сказал, что путь прилепиться к Богу, это доброе сердце. Доброе сердце, на что Рабан Йоханан Бен Закай сказал, что вот его ответ, он включает все остальные ответы. Что такое доброе сердце на языке мудрецов? Это, Лефтов, это все твое мышление, все твое мышление, оно должно быть добрым. И оно обеспечит тебе все остальное. Теперь, как понять, что такое мышление человека? Мышление человека, как я понимаю, это вот этот внутренний разговор, внутренний диалог. Только так, как человек постоянно с собой разговаривает, у него в день 50 тысяч мыслей в голове, но из них там 80% говорят психологи, повторяющиеся. То есть, если человек начинает отслеживать свои мысли, и он, вот это вот, как веретено такое, да, вот этот внутренний диалог, он из него вычищает весь негатив, а оставляет только позитив, у него внутри остается доброе сердце. Если у него остается доброе сердце, и он не впускает в себя лошонара, сплетни, негативную разную информацию, а он как рабиатива, даже если в него входит какой-то входящий сигнал, он все переворачивает на позитив, да, внутри, то у него в конце концов образуется внутри доброе сердце, left off, то есть у него нет зла внутри, у него нет обид внутри, у него нет негатива внутри, то есть он все интерпретирует в режиме реального времени в позитив, и он все в прошлом переинтерпретировал тоже в позитив. И как следствие, когда он думает о будущем, то что он может думать о будущем, кроме позитива? Он ожидает только хорошего будущего, и он ожидает хорошее будущее, рай, вечная жизнь, хорошее отношение с людьми, он не будет делать ничего, что повредит ему, или миру, или там, и так далее. И это называется доброе сердце. Хорошо, дорогие друзья, вот так мы закончили 26 главу, 26 глава нам говорила о негативщиках во всех их проявлениях, в разных, от мелких негативщиков, до жестких негативщиков. И 26 глава, из нее можно сделать, в общем, целый вывод, что первое, речь, она не соответствует действительности. То есть, речь, то, что человек говорит, слова, они в любом случае не соответствуют действительности. Что бы человек ни говорил, это некое отражение, интерпретация действительности. И поэтому, если кто-то что-то говорит, то нужно проверить, что у него, ну, в устах может быть одно, в сердце другое. Как это проверить? Оно все равно вылазит. То есть, по поступкам, по каким-то этим, видно намерение, настрой человека, ну, и так далее. Все. И мы учили, кстати, интересная разница между ленивым и неленивым. Как ленивый? Вся его лень, это именно лев на улице, лев среди улиц, лев там побежит, а я лучше буду лежать и отдыхать. И даже если он руку уже засунул в тарелку, дальше он, даже знания, он себя не засунет. Почему? Это его выбор. Это его внутренний. Ленивый, это выбор. И цадик, это выбор. И быть ленивым или быть праведником, это выбор человека. То есть, как он себя представляет? И если человек хочет быть цадиком, праведником, то он выбирает быть праведником. Дальше у него может не получаться. То есть, он такой праведник, у которого пока не получается. Ну, написано, семь раз цадик упадет и встанет. А злодей, раз упадет и не встанет. Почему? Это опять же, вот этот выбор, самоопределение. Кто ты? Праведник, который верит в то, что семь раз праведник упадет и встанет. Или злодей, который, верит в то, что уже если упал, встать невозможно. Это мои были выводы. То есть главное, это вот этот внутренний диалог, эта история, этот рассказ, в который ты живешь, в который ты веришь. И с Божьей помощью желаю вам хорошей недели. И, значит, с Божьей помощью завтра продолжаем изучать Мишель, уже 27 глава. Все, напишите, пожалуйста, свои выводы, поделитесь выводами со своим окружением. И чтобы у вас было благословение, удача, успех, здоровье, гармония, деньги, богатство, все было, но все по Торе, чтобы было все по Торе. Все, удачи, успехов, всем пока.